Привет, я Сара Уинтер. Сейчас я расскажу про свою несбывшуюся мечту и про своё прошлое. Родители в первый раз сводили меня на коту, когда мне было 5 лет. Это были незабываемые моменты из моей жизни. Когда я стала старше, родители сводили меня на выступление по фигурному катанию. Пожалуй, это самый яркий и запоминающийся момент в моей жизни. Я просто влюбилась в лёд и во всё, что мне с ним связано. Балет на льду стал моей мечтой, потому что балерины как будто бы летали надо льдом. Это так красиво. Потом я начала ходить на тренировки по катанию, чтобы через несколько лет заняться этим всерьёз. У меня достаточно неплохо получалось выполнять все действия, которые показывала мне моя тренер. Вскоре меня приняли в секцию по фигурному катанию. Я начала заниматься этим всерьёз. Начала осваивать настоящие красивые движения, которые выполняли профессиональные балерины на льду. Сидя в гримёрке, я волновалась перед соревнованиями. Сейчас мне 15. Это уже не первое соревнование. Почему-то именно в этот раз всё пошло не так. После половины выступлений у меня загружилась голова и начала поднывать левая нога от холода или от усталости. Сама не знаю. Такого никогда не было, и я решила не выдавать свою боль. К тому же, почему-то именно меня не предупредили, что во льду была трещина. Как я туда угодила? В этом сериале будет рассказываться про мою последующую жизнь. Добьюсь ли я своей мечты? Или нет? Мне на помощь пришли санитары. Поролись за мою жизнь и за всех сил. Мне было больно, но я потеряла сознание. Мне достаточно долго оперировали ногу, потому что осколок в кости где-то застрял, и его очень трудно было вынуть. Мне повезло с хирургом. У меня было множество переломов. Во-первых, была сломана рука, на которую я упала. Также меня ввязали в голову, потому что было небольшое сотрясение. И, конечно же, в гипсе была нога, которую долго оперировали, и которая у меня заболела на льду. Но отчасти все не так плохо. Меня, естественно, навещали родители и спрашивали, как я. Мне это приятно. Также меня навещали друзья. И мой тренер, которая говорила мне о том, что вряд ли меня примут обратно с такими травмами и последствиями. Ну и, конечно же, меня каждый раз навещал этот приятный, добрый доктор, который постоянно спрашивал, как я себя чувствую. Он очень хотел, чтобы моя ситуация закончилась хорошо. После выписки я еще полгода ходила с костылем. И у меня все равно болела нога. Встречали меня мама, папа и моя любимая бабушка. Что ж, вот такая вот у меня история. Если честно, у меня до сих пор болит нога. Да, и вся эта движуха с шариками и колпачками. Это празднование моего 17-летия. А это мой лучший друг Ли. Он всегда поддерживает меня. И не хочет, чтобы я унывала и думала о прошлом. Он очень хороший человек. Мы с ним давно дружим. Но со мной не все так хорошо.